Губная гармошка Инструмент странный Он сильно отличается от других инструментов Потому что Здесь не так много нот Но Возможности очень большие Из-за того, что есть нюансы И возможность петь через нее Суть любого инструмента Совсем любого Начать через него петь Не играть по нотам Потому что это сыграно было Миллион раз И разными людьми А именно Петь то, что есть внутри Играя на любом инструменте Если вы занимаетесь на пианино Либо на губной гармошке Либо на гитаре То лучше миксовать эти инструменты И если вы занимаетесь, допустим, на гитаре Заниматься фортепиано И наоборот Самое первое упражнение Губной гармошки Это правильно поставить дыхание Чтобы дышать через нее Чтобы она начала звучать Чем расслабленнее ты дышишь Тем более объемный звук Все Сильнее расслабляемся И Получается ярче звук Мы берем первые три дырки Первая, вторая, третья Кладем гармошку Самое главное в гармошке Это Правильно ее взять сначала Пальцы на одном уровне Указательные и большие И она чуть-чуть по диагонали Для удобства игры на нижних дырках По диагонали видишь? Ты потом сверху Когда на нее смотришь Она чуть-чуть по диагонали И пальцы на одном уровне Большое вытягиваешь И она чуть-чуть утоплена Мы кладем губы на гармошку Просто сверху И вдыхаем По поводу дыхания Мы будто на морозе греем руки Мягкое дыхание То есть если ты будешь дуть, то звука не получится Звук будет потерян Будет объема намного меньше Мы делаем вдох Выдох И потом опять вдох Да, выдох Да, все правильно Вот сейчас это вообще идеальный звук Таким образом ты начинаешь звучать Постоянно с каждым днем, когда занимаешься Стараешься найти новую ротовую камеру Для того, чтобы она звучала более жирно Можно звучать так Можно звучать так Можно звучать так Появляется больше обертонов Соответственно, когда ты будешь играть Потом одиночными минутами Я сейчас расскажу То ты находишь в каждой дырочке Свою ротовую камеру И ты, соответственно, сидишь дома И ищешь, как она лучше звучит И с каждым днем будет звук улучшаться Потому что начинает привыкание к инструменту Лучше заниматься каждый день Это к любому инструменту относится Дима не даст соврать Лучше заниматься каждый день по 20 минут Чем через день Но по часу Через три дня Потому что начинается привыкание к инструменту И пальцы становятся, губы, мышцы Все привыкание к инструменту Это самое главное на любом инструменте Второе упражнение Это кашлевые толчки И из-за того, что губная гармошка – это дыхательный инструмент, то тут происходит такой момент, нет такого больше инструмента в мире, который играется на вдох. Это губная гармошка. Поэтому, когда у нас идет чередование вдоха и выдоха, иногда получается звук кашлевого толчка, горла. Вот такой. Если вы усилили, то будет звучать намного мощнее. Его надо скрывать. То есть, как только получается именно стакката, это отрывистые нотки, то сильнее делать не надо. Можешь попробовать два выдоха и вдох. Да, только расслабляйся. И вот у нас получается метроном нужен. Да, продолжай. Все правильно. И постепенно, когда ты будешь заниматься, ты можешь ускорять темп. Лучше всего заниматься метрономом. Да. Включаешь метроном медленно, и так занимаешься. С каждым днем добавляя понемножку. И в конце концов она будет звучать, если ускоряться. На вдохе я делаю иногда просто вдох. Есть такой момент, что у нас есть интонация на губной гармошке, потому что это все делается ртом. Мы можем сделать просто вдох, а, допустим, объемное. Можем сделать звук и. И это будет разный звук. И я его чередую. И получается разнообразие, соответственно. И самое важное играть постоянно под метроном. Метроном можно включать типа на четыре четверти, да? Чик, 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 да? Вот. А можно включать только на каждую вторую. Так, так, так. И надо заниматься то так, то так. И можно включать только на первую. Так, так, так. Либо только на вторую. И это будет развиваться внутренний метроном После этого, конечно, если постоянно заниматься метрономом, то его можно выключить и играть очень ровно И это внутренний метроном, что самое главное для музыканта Чтобы попадать в груди и с другими музыкантами быть вместе И третье упражнение, самое главное для губной гармошки, это одиночные ноты Чтобы взять одиночную ноту, нужно губы поставить овальчиком Не кружочком, а овальчиком Мы сводим около кирта до звучания одной ноты Одной дырки Кладем просто на губную гармошку губа и сводим Попробуй четвертую на выдох, посмотри на нее До И своди еще сильнее Да, это одиночная нота Ты к этому привыкаешь и попадаешь всегда Само вот это ощущение, да, будет тонус мышц Соответственно, ты не будешь напрягаться, надо расслабляться Но расслабляться сложно, надо одно брать И самое главное, что я забыл сказать На губной гармошке, когда мы играем, мы двигаем руками, а не головой Об этом надо помнить, смотреть на себя в зеркало Смотрим на себя в зеркало и играем Потому что когда ты будешь двигать головой, меняется ротовая камера И звук уже будет пропадать И быстрота нот, то есть чтобы играть какие-то мелодии Только руками можно это сделать Потому что если будешь головой, не будешь испевать Вот, это самые главные моменты И когда у нас появляются одиночные ноты Мы начинаем играть гамму До мажорную гамму, да Вот Это самое начало Все остальное постепенно-постепенно можно будет, да, дополнять На губной гармошке очень много эффектов Всевозможных Я могу быстро-быстро сейчас рассказать все эффекты, которые существуют на губной гармошке Просто чтобы знать, как губная гармошка звучит На губной гармошке есть бенды Это понижение ноты Соответственно, мы Когда вдыхаем воздух То у нас Изгибается струя Если мы ее изгибаем, да Вот так Таким образом мы можем понизить одну ноту Допустим, вот четвертую дырку мы берем Мы можем ее понизить на полтона вниз Получается полтона На одной дырке, на одном вдохе Если мы возьмем третью дырку, мы можем ее понизить на полтора тона Это единственная такая дырка, которая так глубоко может прилижаться Все на одном вдохе И чтобы это научиться, это нужно с пианино как раз сидеть и каждый раз попадать в каждую ноту И потом мышцы запоминают Если играть с перегрузом в комбик-усилитель, да, как вот электрические блюзмены играют То получается очень объемный звук с мощной подачей Та же самая фишка с октавами Мы можем играть на гармошке октавы Зажимать две дырки посередине Также булька Это октавы И к этому всему мы можем добавить вибрато Есть вибрато гортанное и диафрагмальное Диафрагмальное вибрато Это самое стандартное, самое первое Мы делаем вдохи Просто маленькие вдохи Отдельно А потом ускоряем темп И есть гортанное вибрато Оно сильнее, получается, мы горлом делаем Как будто кашляем, но на вдох Если диафрагмальное вибрато, оно такое То это более агрессивное Ну вот это практически все На гармошке И эти эффекты, соответственно, к каждому этому эффекту Ты подходишь с очень серьезным отношением Слушая себя И очень важно себя записывать, соответственно Хорошо слушать себя отражение, то есть эхо Но если не слышно, то лучше себя записывать на диктофон Просто записываешь, слушаешь Если нравится, значит все хорошо Если не нравится, то надо что-то исправлять Менять ротовую камеру, либо расслабляться Либо расслабляться и дышать Чаще всего, если что-то на гармошке не звучит То чаще всего зажалось горло То есть надо расслабиться Поэтому первое время, в любом случае, если занимается Человек, что взрослый, что ребенок Обязательно надо Играть понемногу 15 минут, перерыв За этот перерыв организм расслабляется И снова начинаешь играть расслабленно Происходит привыкание к инструменту Через месяц, если постоянные занятия Уже можно играть и по часу, и по два Будет очень легко Не будет зажатости Будет такое ощущение, что С вилкой и ножиком всю жизнь ешь И тогда легко А первый раз сложно Вся музыка состоит из пяти пунктов Любой джаз-рок, блюз, попса Классическая музыка Везде присутствуют эти пять пунктов Первый пункт, один из самых важных Особенно для губной гармошки Потому что это солирующий инструмент Это мелодия Что такое мелодия? Это то, что мы можем спеть То, что легко спеть Соответственно, это запоминающийся И мы сразу рассматриваем Все эти пять пунктов С точки зрения Как мы смотрим на песню Вот у нас есть песня Если мы к ней приближаемся И близко-близко рассматриваем То То мелодия это близко Совсем близко То есть, можно смотреть по ноткам И гармония Это последний пункт музыки Вот я написал по табличке Это далеко Если смотреть на всю песню Мы увидим структуру Начнем с написания мелодии Соответственно, мелодия это то, что мы поем То, что мы можем спеть То мы можем и сыграть По другому быть не может Соответственно, то, что мы можем играть То мы сразу можем спеть Вы можете сами себя проверить Если вы играете на фортепиано В блюзовой желудочке А где вы можете потом спеть Если вы не играете ее То и спеть будет очень сложно Не будет попадать Для блюза И даже, я думаю, для джаза Очень часто важна фрезеровка Что такое фрезеровка? Это очень похоже на разговорную легкоречь У каждого человека есть свои фразы Свои какие-то устойчивые слова Которые он постоянно использует Допустим, даже слова-паразиты И у любых музыкантов А все-таки блюзовых Потому что мы про блюзовую больше разговариваем У них есть свой набор фраз Который создан за время его игры За время его изучения музыки Это тем, в чем он оперирует Когда он импровизирует Что для нас такое фрезеровка? Это маленькие фразки И про это мелодии Устойчивые Любая мелодия, которую вы где-то слышали Это уже фраза Допустим Я ее могу спеть Не обязательно попадать в ноты, когда ты поешь Но очень важно петь Мы привязываем, значит, внутренний слух К инструменту сразу То, что мы сможем сыграть, мы можем и спеть Получается фрезерок для нас Это мы снимаем фразы Мы сначала, допустим, играем по таблатуре По нотам Это для нас обогащение Миры именно с инструментом Первое, конечно, к чему надо подходить к инструменту Это я чуть позже расскажу Это знание аппликатуры инструмента Аппликатуры инструмента Это не промазывать по нотам Не промазывать по струнам и так далее И фразировка для нас Это мы снимаем фразы Мы слушаем любимых исполнителей Нам нравится какой-то маленький момент И мы повторяем точно так же, как сыграл тон Важно сыграть две фразы за месяц Но точно так же, как этот человек Не важно, на гитаре или на пианино Чем десять, но приблизительно Когда у нас происходит развитие И мы начинаем играть намного качественнее Намного лучше Прогресс в музыке значительно быстрее И нам становится самим интереснее заниматься Потому что мы слышим, что мы выросли Когда мы сняли эти маленькие мелодии Допустим, сто штук Мы начинаем их комбинировать Начало первой мелодии, допустим А вторая мелодия у нас, допустим Вот мы из двух сделали одну Или Поменяли их местами Мы можем взять часть Разрезать первую фразу пополам И взять начало от первой Конец от второй У нас получается куча мелодий Мы сами создаем эти мелодии Сидением на одном месте Дома Как говорит Бегли Сентябар Уже в жопу часы То есть сидим дома и занимаемся Когда у нас там, допустим Тысячи фраз и мы их долго-долго комбинируем У нас уже так много комбинаций было Что мы уже начинаем комбинировать Отдельными нотами И все это перепро себя и слух То у нас получается отдельными нотами Мы начинаем уже импровизировать Не фразами, а отдельными нотами Той мелодией, которая есть в голове И на каком-то инструменте Это самое важное, чтобы прийти к тому Что вы начинаете петь через инструмент Следующий момент это интонация Если человек разговаривает в жизни Он может интонировать как угодно Можно разговаривать так, можно разговаривать так И точно так же можно делать на инструменте И потом на любом Нюансы и интонации Я их в один раздел записал, потому что они близки очень Нюансы могут быть разные Могут быть фишки, если мы будем на гармошке Может быть нота совсем короткая И после нее другая В этот же подраздел я ставил стакката и легата Мы просто знаем, что мы можем играть отрывистые ноты На любом инструменте И с леговыми Стакката это отрывистые А легата это вместе Или Вот, это стакката и легата Сюда же я писал абрикатурный инструмент Это инструмент, который подходит к любому пункту Про этот инструмент я рассказывал Это знание инструмента Если мы играем на гитаре, мы не задеваем другие струны Если мы играем на пианино, мы не задеваем другие ноты Для этого нужно постоянно заниматься играть гамма Но я сейчас позже об этом скажу Следующий пункт это динамика Динамика это супер просто Это мы можем играть громко и тихо И всегда варьировать Не забывать об этом, что мы можем играть тихо и громко Соответственно, мы можем делать всегда развитие в музыке Если мы начали тихо, мы можем развить до пикового момента Сыграть громко и потом затихнуть Если мы занимаемся, допустим, многомной гаммушкой фортепиано Особенно если дома стоит настоящая фортепиана Или акустическая гитара То мы должны сначала сыграть фразу или укажение Тихо, средне и громко Тогда наши пальцы запоминают И наша голова запоминает Наш внутренний слух запоминает, что мы можем делать так И уже потом, когда будем петь через инструмент Мы будем эти нюансы как раз и добавлять Динамика это тоже нюансы Если дома невозможно заниматься громко То можно все упражнения играть очень-очень тихо Джазовый один бенд ездил в Америку Наши русские И они приехали учиться, как бы, в Америку играть настоящий джаз Их послушали и сказали Ребята, а можете теперь это все играть на шепоте? Тихо, тихо Они проиграли так неделю и уехали из Америки И все стали играть на ноль раз Во много раз круче Только из-за того, что они научились играть очень тихо И с этого можно делать развитие невероятное Есть ритм и темп Чем отличается ритм и темп, вы все знают, да, наверное? Ритм меняется, а темп всегда постоянный Наш метроном, который включен, это и есть темп Мы его выбираем А ритмика это вокруг и около Сюда же я написал канакол Что такое канакол? Когда-то, недавно Я услышал про канакол от одного человека Гера Мамаева Это наш общий друг, очень хороший Он нам рассказывал подраздел школы Индо-китайская школа Индо-китайская школа Он называется канакол Индо-китайская школа Их несколько школ мировых было Три Южно-американская, африканская и индо-китайская Это знание музыки Это знание о музыке Больше там двух тысяч лет Квадим, чем трех тысяч лет Соответственно, они уже все знали за мной давно И обучали музыке намного быстрее, чем в нашей музыкальной школе Там было это все поставлено будто на пальцах Ну, то есть, рассказано математически Один подраздел о ритме Там назывался канакол Суть этого раздела была в том, что мы не считаем ритм, а его поем Соответственно, там были взяты слога Мы берем, допустим, четыре четверти Четыре четверти Это мы просто берем отрезок времени Делим его на этравные отрезки Берем четыре Раз, два, три, четыре И их пропеваем Та-ки-ди-ми 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 Та-ки Та-ки Я сделал в этот же отрезок времени два Поэтому четыре Теперь можно в этот же отрезок времени вставить и пять Соответственно, канакол создан для того, чтобы мы развали внутренний пиан Чаще всего это конфликт на самом деле Потому что я задаю вопрос, он отвечает И потом я опять задаю вопрос, он может в меня наехать И получается диалог живой И, соответственно, это и есть петь через инструмент Доходить до того момента, когда ты начинаешь играть на инструменте Ты начинаешь через него петь Это неважно, бас-гитара, это фортепиано Либо гитара, либо гитара, либо гармошка, либо любой другой инструмент Также и голосом Все то же самое делается Развитие динамическое Мы сейчас играли, начали стиху первую А в конце мы начали уже ругаться Друг с другом, разговором, диалогом Соответственно, про динамику надо не забывать И очень опасно, если губная гармошка Если мы играем в комбик, в силок, особенно с десторшином Часто бывает, играют люди на гармошке с десторшином Забывают про динамику Потому что ты, чтобы не сыграл, это громко А надо об этом помнить То есть, любое, чтобы ты не сыграл Надо помнить о том, что у тебя есть динамик Это может где-то тише сыграть, где-то громче Теперь мы переходим к ступеням Возьмем сейчас мажорную гамму Обычную до-мажорную гамму Это Это семь нот, самые главные, да? Мы берем это за основу Это самая главная гамма И из нее будет строиться все Это получается тон, да? Тон, тон, полтона, тон, 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 полутон Это просто запомнить как аксиому Если мы перенесем на фортепиано Это видно сильнее Если мы перенесем ноту в другое место У нас появляются черненькие Потому что тон, тон, полтона и так далее Мы сразу появляются черные Из-за того, что мы перенесли просто на другую ноту Но суть не меняется Если помнить, что вот эти ступени Тон, тон, полутон, тон, 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 полутон То цифрами можно помнить любую тональность на фортепиано Либо на гитаре Не использовать тональности Именно ноты Любая другая гамма Любая другая... Их много гамм Это отхождение от этой Путем понижения определенных ступеней Если мы берем минорную гамму Грустную То Это получается у нас пониженная третья ступень Шестая и седьмая И для нас будет легче выучить именно так Чем запомнить как играть ми минор на фортепиано То есть мы помним эти ступени и мы сразу попадаем И снова берем гамму До мажор Если мы будем играть от каждой следующей ступени гамма То это будет новая гамма А от второй ступени гамма называется как? Дорийский минор Те же самые ноты Просто от другой ноты От другой ступени От второй Также мы можем это перенести на любую другую Помня именно ступени И помня что Тон, тон, полутон, тон, 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 полутон Соответственно Дорийский минор Это получается Тон, полутон, тон, 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 полутон, тон И очень легко будет на любом инструменте это видеть и слышать По поводу конакола Как вот понять, как играть шафл Очень сложно в российской школе объяснить это Шафл это кач Дмитрий, сыграйте, пожалуйста, шафл Шафл Конечно, не важно Вот это Не важно Соль, соль Всегда соль Вот этот кач, как объяснить В конаколе это можно очень быстро объяснить Мы берем просто слога Даже не играй Таки, та Это триоль И укладываем этот триоль на 4 четверти Таки, та, 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 и потом убираем ки Таки-та-таки-та-таки-та-таки-та Тата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Да, и получается кач. И вот для нас самое главное это кач вообще для любого музыканта. Это по поводу коноколы и по поводу вот шафла. Как легко его объяснить и даже вот если дети начнут играть, У них сразу получится. Я проверял это на семилетнем ребенке, который со мной занимался. Он за месяц начал играть музыку с грубом. То есть человек, который никогда не играл и не занимался музыкой. Теперь самый важный момент, который я считаю для любого музыканта, любого уровня для развития. Это уметь себя заставлять играть с многими музыкантами. То есть сам подход к музыке должен идти от души, что ты должен прийти и поиграть с этим музыкантом. Там вот с Димоном я хочу поиграть, потом я захотел с другим гитаристом поиграть. Я обязательно должен пойти с ним и поиграть. Это называется контакт. Когда мы входим в контакт с музыкантом, мы находимся в определенном времени, в одном потоке. И именно это дает нам развитие. То есть любого музыканта, которого мы встречаем по жизни, даже не очень непрофессиональный музыкант, лучше с ним поиграть, узнать его. То есть когда мы играем с человеком, мы очень круто узнаем его психологию, внутренний мир. И это нам дает развитие. Потому что в следующий раз, когда мы встречаемся с музыкантами, в любом случае музыка создается несколькими людьми. Нам легче найти этот контакт. И легче заставить человека начать грубить. То есть со мной, когда ребята играют, Димон со мной играет очень долго. И когда мы начали с ним играть, ему стало нравиться играть, потому что у нас появился кач. С сыном Мадди Уотерса, и он мне передал этот кач. То есть на сцене я отыграл с ним три концерта, и я просто обалдел, насколько мне дало это роста. И вот что самое важное. Тут происходит накопление опыта, когда мы играем с другими музыкантами. Выше планки рекорда. То есть у нас есть какой-то рекорд, мы там добились вот этого. И когда мы поиграли с таким человеком, как там, неважно, европеец, какой он приехал в Москву, немец, он круто играет. Вы с ним поиграли 10 минут, и у вас возросла эта планка вот так. И у вас есть возможность заниматься до этой планки, чтобы снова поднять свой опыт, быстро развить. Чем круче партнер, тем больше дается энергии вам заниматься и прогрессировать. Вот я считаю, это одно из самых важных моментов в музыке вообще. Теперь правильно заниматься. То есть, соответственно, то, что я говорил уже до этого, да, как, с чем первое дело, как подходить к инструменту, а это как правильно заниматься. Немножко пунктов. Первое – это расслабиться сильно, но при этом быть в тонусе. Если мы совсем сильно расслабляемся, то ничего не получится. Но все время помнить об этом. Если мы забыли, то мы пережались, на гитаре можно переиграть, пальцы будут зажаты, и все. Уже потом развития не будет. И надо всегда помнить, что надо расслабиться, поэтому надо делать паузу. Я думаю, если вначале начинать на гитаре заниматься, нужно делать паузу, правильно? Чтобы не было зажатости. Есть такое же? Ну да. Слушать себя, свое эхо, если есть такая возможность. Оттуда, особенно, когда вы поете, если вы поете. Если играете на гармошке, особенно. То есть, если я занимаюсь один дом, и я сажусь в угол и слушаю себя. Я играю и слушаю отражения. Плюсом записывать себя на диктофон. Можно записывать себя на любой диктофон, просто неважно на какой. Послушали, сразу удалили. Это дает прогресс и понимание, как же ты все-таки звучишь. И что в себе надо исправлять. У меня это постоянно происходит. Я снимаю фразу какую-нибудь, я это пою. Если я что-то придумал в голове новенькое, я сажусь за пианино. То, что ты снимаешь, это твой опыт и твое будущее и фундамент, на котором ты строишь свою музыкальную карьеру. Если ты это играешь по нотам, либо ты это снимаешь с таблатуры, то есть ты посмотрел, то это не твое. Только то, что ты снял на слух, остается с тобой навсегда. И это один из таких моментов, которые многие не улавливают. Следить за динамикой. Соответственно, я об этом говорил уже весь вечер. Учить математику. Разбирать для понимания. На губной гармошке, как я сказал, я особо сильно не учил математику. Я больше играл и пел через инструмент. Но как только появилась пианино и гитара, пианино у меня раньше гармошки было, тут момент, то есть я играю на гитаре, вот Дима сейчас играет интересный аккорд. И когда он дома бы играл, он подумал, о, классно, я это взял. И вот мизинец верхний стоит на какой-то ступени. И он обязательно должен просчитать, какая это все-таки ступень и почему это звучит именно так. И разбирать для понимания, что это значит. Соответственно, если мы играем на пианино, да, мы играем там на Киан Хавас Дор, миллион раз его играли, что значит разбирать для понимания. Соль, ре, ля минор. Да, и опять соль, ре, до. До два раза. И ля минор два раза. А теперь в следующий раз разбирать, что значит. Мы сидим, играем на пианино и мы играем обращение. Обращение этих аккордов. Так, я, пожалуй, сейчас к этому и вернусь. Но суть в том, что мы просто математически сидим и выстраиваем это все для своих пальцев, чтобы мы попадали, но по-новому. То же самое, но по-другому. И это называется разбирать для понимания. И последний пункт, относиться трепетно к каждому звуку. Трепетно, это не обязательно, что ты сидишь и каждый раз стараешься, чтобы ты зазвучал круто, чтобы у тебя все было чистенько. Для блюза это вообще не нужно. Но стараться, чтобы это все было качественно, чтобы у тебя каждый звук давал какую-то энергию. Не просто так ты его там выдал, звук, а ты им что-то сказал. То есть, соответственно, петь через инструмент. То есть, ты должен говорить через него. Не просто ноты брать, можно просто нотами сыграть и по нотам все правильно. Но не будет души. Но и при этом играть небрежно. То есть, как только ты уже выиграл и у тебя все четко стоит, ты можешь начать играть небрежно. То есть, не буду плохие слова говорить, но ни слов у меня не собирается, все додумают. Нет, это другое слово. Но суть в том, чтобы играть вот именно так. Просто берешь и играешь. И тогда ты попадаешь и ощущение души передается. Особенно, если это на драйве. То есть, если ты играешь и ты развил музыку до определенного момента, то там уже не важно, какая нота, что ты там играешь. Там уже важен драйв. И тут уже небрежность очень может помочь. А если ты играешь как школьник или студент, то у тебя не будет этого раскрытия. Потому что ты играешь очень трепетно. Соответственно, нам нужно все время варьировать между трепетно и небрежно. И это вот как раз эти пункты, как правильно заниматься. Я могу даже сфотографировать, если кому надо. И немножко осталось. Нужно выбирать свой стиль и вкус. Это самое важное. Которое формируется не количеством сыгранной музыки по нотам, таблатурам, а снятой на слух. Когда ты снимаешь, это ты впитываешь, и у тебя развивается вкус. Когда что-то нам не нравится, скорее всего, мы не умеем это играть. Это чаще всего так. Я очень много слушал Литл Уолтера раньше, не понимал, зачем он так играет. Что вообще там интересного? А потом я специально сел и начал слушать безостановочно в течение месяца только его. И через месяц я услышал, он же нереально играет. Особенно, когда я начал снимать. То есть я начал играть точно так же. И я понял, какой это кайф, какие он создает мелодии, и как это между собой как бы создается. И если человек слушает очень много музыки, в конце концов, музыкант любой приходит к замороченной музыке, которая неинтересна обычным людям. Это типа бибопа и всякой замороченной музыки. Какая еще музыка у нас замороченная? Современная гнистка. Современная академическая. Ну, или так. У нас есть обращение аккордов, есть широкое расположение. Что такое широкое расположение? Это мы берем, да, у нас есть первое, третье и пятое. Мы берем третью, первую и пятую. И получаются колокольчики. Намного интереснее звук. Это можно на любом инструменте сыграть и помнить о том, что это есть. Соответственно, вот, когда мы занимаемся математикой, мы это и высчитываем. То есть каждый раз мы ищем эту же песню, которую мы миллион раз играли обычными аккордами. То есть, например, на гитаре. На Кингхай Масдорс играет сначала вот тут. Да, играем. Сначала он играет тут, да? А теперь выше то же самое. Сразу получается другой окрас и другое ощущение. Хотя играют те же самые ноты. То же самое на фортепиано. То есть, если мы этим занимаемся, все время варьируем туда-сюда, то у нас это в пальцах остается. То есть, получается привыкание к инструменту. Можно развиваться музыкально в два раза быстрее, если мы находим музыкальную пару и между собой начинаем прикалываться, играть какие-нибудь произведения, которые вместе хотим. Но это если вместе совпасть. И что значит совпасть вместе? Мы находим человека, мы начинаем играть, и мы попадаем в поток. Что самое главное для музыканта, это попасть в поток, чтобы начало происходить волшебство. В музыке это самое важное. И, соответственно, вообще все это делится на две вещи. Душа и математика. Любая музыка. Сидим, учимся математике, математике, математике. Потом расслабляемся и начинаем играть душой. Душа это, в общем-то, пение голосом. То, что мы поем, то же самое переносим на инструмент, получается музыка. Соответственно, попасть в поток, это то же самое, что и словить грув или начать качать. И когда у обоих человек развита и душа, и математика достаточно интересны. То есть, если у кого-то что-то не хватает, то не будет этого волшебства. И если между двумя этими людьми нет стеснения и есть открытость, соответственно, будет получаться музыка. И еще очень важно, чтобы вы искали людей, которые вам нравятся. Не обязательно, если вы на гумной гармошке играете или на гитаре, и вам нравится вот этот гитарист, и вы начинаете ему пародировать. Это ужасно. Важно найти свой вкус и свое развитие себя. То есть, вы слушаете больше. Вы можете найти трубача, который играет, как вам нравится, и снять на гитаре, как он играет, и стать единственным в своем роде таким гитаристом. Потому что, если снимать и делать копию человека, которого вы любите, это очень плохо. Соответственно, когда я с учениками занимаюсь, я стараюсь давать минимум своих фраз и заставлять людей искать. То есть, ты слушаешь музыку, услышал любое мое произведение, это вообще по жизни так. Услышал какую-нибудь песню, которая очень понравилась, и там вот именно вот этот момент на второй минуте в первой секунде. Ты именно это записал, и потом приносишь либо мне, либо потом дома садишься и внимательно слушаешь именно этот момент и пытаешься сделать точно так же. Только этот маленький момент. И вот это и есть развитие. У кого гармошки, у всех в до мажоре, да? Садимся в круг. Все кругово-губные гармошки, идите сюда. Или встаем вообще. А ты играешь в шахт. Играем вопросом-ответом. Как кто может? Главное, расслабляемся и ни о чем не думаем. По кругу сейчас будем играть. Вдыхай. Четвертый вдох, да. Четвертый вдох, потом пятый выдох и четвертый опять вдох. Когда не попадешь, это не важно, давай. Мелодия такая. Смотри, мелодия какая. Давай, вдох. Выдох. Вдох опять. Вдох сразу. А то же самое. Давай. Стоп. Нет, смотри. И сразу стоп, видишь? Еще раз. Да, теперь ты так же. Давай, вдох четвертый. Да, по два раза. Слушай, Мария. Ждем и начинаешь. Да, давай. Ти, смотри. Давай, делай так. Просто клади руку. Нет. Вот так. Нет, палец сверху прям так. Стой. Вот так. Ага. И вот так теперь. Просто расслабливайся. Тоже самое такое. Давай. Нет, одну. Попробуй одну попасть. Вдох. Да. Слушай. Вдох. Еще раз. Нормально. Вдох. Попробуй одну. - А, чуть промахнулся. Теперь слушайте. Попробуй, вдох, обратно, ты каждый раз важна, а вы маленькие. Давай. Окей, сейчас разберёмся. Ладно, мы с тобой поснимаемся потом. Давай, давай, попробуй то же самое. Давай, давай. Главное качаться. То есть расслабляемся, все никто не стесняется. Смотри. Угу. Давай еще раз. Теперь делаем такие штуки с тобой. Просто аккорд, да? Ничего не делаешь, просто я так. Да. Слушай внимательно. Вдох. Вы по кругу играете эту штуку. Мелодия просто пропой её, смотри. Вот он играет, смотри. Та. 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 Да, вдох. Может, не относишься к гармошкам? Да, играй. Играй, играй. Сейчас покажу еще одну штуковину. Стой, Димон. Так, надо по парам, чтобы все нашли друг друга. Только возьмите пару одного человека. Давайте, смотрите. Один человек играет такую штуку. Вдох. Короче, на вдох. Та, та и та. А на выдох. Тауту, хауту. Тауту, хауту. Это прям зацикливаем и будет сейчас получаться. Точно. Попробуйте, попробуй сейчас. Вдох. Да, да, делай, делай. Ты расслабляйся. Выводь. Да. Не спеши просто. Дыши, дыши просто. Не будь учеником. Расслабься. Что-то можешь пропустить. Что-то. Ты сейчас все правильно делал. Звучит хорошо. Звучит. Вот, видите? Теперь ты играй такую штуку. Сейчас по кругу будем то же самое играть, просто передавать друг другу инициативу. Все, я забираю тебя. Руки раскрывай. Передавай ему. То есть надо передавать четко. У нас всегда есть 4. Если не 4, то 8. Если не 8, то 16 и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, отлично. Играй, играй. И каждый, смотрите, передаем, да? Тот, кто передал, начинает играть что-нибудь. Не важно, что вы будете играть. Передаете эту мелодию, а сами играете. Следующий передает, вы замолкаете. То есть по кругу каждый... Ну, то есть я сейчас играю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, я все сбил? Не, мы должны были играть. На самом деле, вот таким образом, вы можете друг с другом играть, понимаете? Вы находитесь в себе парой, неважно. Можно так же с ним играть. То есть я начинаю играть аккомпанемент, потом он продолжает. То есть самое главное нам вообще найти грув. То есть только что у нас получалось три раза минимум. Попадали. Каждый человек попал по два раза минимум. Понимаете, да? Вы передали, типа, и пошел так же грув, вы играете. Когда вы начинаете играть, главное расслабиться. Это самое тяжелое. То, что когда в будущем, да, допустим, если вы будете заниматься больше, 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 когда-нибудь выйдете на сцену и начнете играть, главное понять, что всем все равно, что вы играете. И никто не слушает, попадаете вы или нет. Как только вы это понимаете, вам становится легко и комфортно стоять на сцене. А потом вы уже сами в себе разбираетесь, что вы будете играть, что и как. Потому что на сцене чаще всего то, что вы играете, уже люди смотрят. О, он играет на губной гармошке. Понимаете, да? Что никому вообще, никто никогда не играл на губной гармошке круто, а в России вообще никто никогда не слышал, как играют на губной гармошке. Поэтому главное расслабиться. Как только вы расслабляетесь, вы начинаете думать. Вы немножко начинаете думать На самом деле вы не надо думать на сцене Но дома из-за того, что вы постоянно думаете о звуке Об этих пяти пунктах У вас ритмика уже вставлена Сейчас у каждого есть ритм У каждого здесь есть ритм Потому что вы передавали и все получалось И был именно клик И самое главное, что когда вы играете уже без клика То есть так же дома вы можете с кликом играть Да, а где темп? Ага, понятно Вот она мелодия И я могу сидеть с этим заниматься миллионами Я ни одного бенда не сыграл Понимаете, да? И когда вы вдвоем играете То каждый начинает следующий играть Ту же самую фразу, которую предыдущий играл Таким образом вы сами друг друга снимаете Понимаете, да, о чем я? Если играть это с гитарой, допустим То есть вообще на самом деле я дома занимаюсь Я записываю себе луп, допустим, на лупер И под него начинаю играть То есть я играю какую-нибудь фразу на гитаре А потом я снимаю на гармошке И это по кругу цикл идет Ну то есть можно так, можно так, можно так И получается развитие Давайте что-нибудь сыграем сейчас тоже еще Сейчас Давайте по кругу просто соло поиграем Я играю простую мелодию Играем на... А, играю до Сейчас играем в первой позиции Играем четвертый, посмотрите Четвертый, пятый, шестой дырки Больше ничего нету Три дырки Либо вдох, либо выдох Начинаешь с четвертого выдоха А потом что хотите, то играйте Я начинаю Три дыра Метать Ладно reinforcement Ладно, этоba Ладно, этоаааа Вилли давай Connect делаем, всегда connect Смотрим на того, кому передаем потом Супер Когда играешь, ты приходи И то, что не попадаешь, не важно Ты приходи сюда на четвертый выдох То есть, что бы ты ни делал, ты приходи сюда Дамба-дамба-дамба-дамба Дамба-дамба-дамба-дамба Видишь, мое Туда пришел, на выдох Чаще всего на выдох, на вдохе не играй Вдох можно играть, но проходящий Давай Выдох Сейчас квадрат пропустим, я кое-что скажу Смотрите, у нас есть домики Важные штуки это домики То есть, я играю Домик для меня это выдох четвертый Потому что это до Я могу все, что угодно играть Но я должен прийти в этот домик Как ни крути В домик пришел То есть, всегда надо приходить в домик Ты можешь играть все, что угодно Надо приходить вот в эти домики Этих домиков на самом деле Три И вот эти домики, если ты в них будешь приходить Это будет звучать То есть, этих домиков не так много Если тем более вы играете в другой То есть, если у нас сейчас будут аккорды меняться То домик просто поменяется Вы можете все, что угодно наиграть По всем нотам, со всеми бендами Но приходить в эти домики Если у вас есть три мелодии, которые вы сняли Если вы больше никогда ничего не снимали То есть, даже какую-нибудь мелодию глупую Которую в голове там где-то была Или в телевизоре услышали Берите ее, подберите Не обязательно ноты Главное, похоже Как только вы это подобрали У вас планка поднялась И дальше хочется заниматься Как только вы и не развиваетесь Вы дальше не будете заниматься В этом самая большая проблема вообще Музыкальных инструментов Но не все можно сыграть на глупомной гармошке И это обидно Сыграй Выдох Повыше Вот сюда Нет, очень высоко Шестая Да, шестая Вдох Нет 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 Сыграй Вдох, выдох, вдох Да, да, да Ты не останавливайся Выдох Первый выдох 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 Да, выдох Не обязательно Не обязательно Выдох Выдох Я могу представить Ты ручкой Ты попадешь сейчас Ну просто Ну то есть Ты можешь сидеть дома И это снять очень быстро Да А потом одиночными нотами Последний Ну ладно Не важно Сыграй Выдох Шестай Ну типа Можешь промахиваться прям целиком Выдох Выдох Ниже Все Закончил Сыграй Сыграй Вот, смотрите, все играют на губных гармошках, а никто не играет эту мелодию. Единственное, что можно было бы снять, это ее. Самое главное, что просто дома сидишь, делать нечего, вы можете попасть. Не обязательно даже в одиночную ноту играть. Понимаете? То есть, больше заниматься. Вопросов никаких, да, походу? Все устали? Да? Нет? Всем понравилось? Все хорошо? Тебе понравилось, главное? Так, кому нужна школа, еще раз говорю, у меня есть на торрентах, можно скачать. Школа игры на губной гармонике Александр Соловьев. И там прям школа, можно ее скачать и по одиночным нотам, там немного эффектов, там, по-моему, трели есть. Но, как бы, для начала это больше, чем надо. То есть, эту школу можно скачать и по ней заниматься. Каждый день по 15 минут и все, через полгода вы будете уже играть. По 15 минут в день, это вообще ничто. Кстати, сегодня все очень круто играли, вы заметили, нет? Все попадали. То, что вам кажется, что вы играли плохо, это невозможно, потому что губная гармошка – инструмент, куда я не ду, и все попадает. Понимаете? А там уже качество, это уже другое. Но все попадали, у всех есть чувство ритма. Всем все понравилось? Да, спасибо. Точно? Да. Придете еще? Да. В следующий раз будет все по-другому. Все на английском. То же самое. Продолжение следует. Продолжение следует.